вот ребята наш классный кайфовый чебурек в этой фиртюрнице лично для меня есть очень-очень большой один минус приветствую вас друзья сегодня у нас будет у нас будет с вами обзорчик очень на фритюрницу я приобрел себе фритюрницу хочу вам рассказать что это за аппарат стоит ли его брать боже он ли он вообще дома ну все такое а фритюрница у нас конкретно вот такая kit ford фирма сразу скажу ребят я ее целенаправленно этой компании не покупал просто нужно было фритюрница забил в поисковик разные у разных на разных площадках интернет и везде в основном она выскакивала отзывов много положительных сюда думаю может нормальный аппарат в общем заказал себе него сначала хотел на одном китайском сайте но то почему-то он дороже оказался плюс доставка дней 10 ну короче заказали на озоне на озоне заказал мне утром заказал вечером привезли а теперь в чем прикол ребят вот этот отзыв я изначально вообще собирался снять отзыв про фритюрницу приобрести и просто рассказать чего кого а тут еще и оказывается у этой компании kit ford у них акция проходит кто сделает обзор на технику их не то получит небольшие но гарантированные плюшки но об этом я вам расскажу в конце роликов туда смотрит до конца узнает о чем тут делать ну а я не буду сейчас нахваливать прямо вот она такая вся короче я не знаю что я один раз ее использовал это сейчас вот один раз использовал после использования вам сейчас расскажу а выводы мы будем делать только я думаю как минимум через год вообще что за техника же лучшие неживучие стоит она там не стоит так что давайте поедем и посмотрим что у нас тут коробочка вы разобрались модель кт-2023 ну а смартюрница вот такая мне что она понравилась на полностью разборная там вот смотрите это верхняя крышка некоторые говорят вот стекло там хорошо накрыл смотришь готовится все это фигня тут такой пар такой испарение идет что она запотевает ничего не видно в общем так это крышка что самое прикольное в этой фрикюрицы на вся полностью разбирается и умыть вообще не проблемка вот у нас корзинка вот у нас ребята вот вот такая вот петля ручку откидываем вот так защелкиваем все как ею пользоваться есть подробное описание вот этой книжечки которая идет в комплекте как пользоваться как следить как мыть но если почитаете не поленитесь все будет четко и конкретного дальше поехали сам тем тоже видите снимается разборный вот у нас тут регулятор получается ну основная момент к на котором работает это температура 130-190 все крутится термостат включается выключается так чего особенно здесь сзади у нас вот сзади у нас тут спрятан шнур тоже экономии места так здесь спереди вот под тэна внизу не очевидно есть кнопочка вот если эта кнопочка не нажмется соответственно тэн не включится это у нас как предохранитель своеобразно поэтому вот сюда одевается пазы надо выйти пазы ребята вот вот пазы четко одеть и тогда эта кнопочка с работой будет включаться теперь чаши чаши смотрите у нас эмаль эмалированная черта же моется легко хорошо здесь есть уровень минимум максимум все прочитать можно все ведь и сам корпус корпуса такой вот пустой ну наверное нержавейка это ну не гуляли такой жестковатый видел чудеса техники но такого но мне еще тут очень понравилось вот это чашек которой готовить можно она универсальна у нас получается эмалированная ее можно использовать как гастро емкость ну например надо замариновать там шашлычок или еще чуть сайте сюда накидали пленочкой затем холодильник она узкая высокая как лица удобно мне что-то делать хранить салат и реки ну короче вещь четко если вы никогда не пользуетесь фриктуренцы то это можно в поседневной суете это все делать расскажу почему я купил прощение фриктуренцы честно никогда не было всегда пользовался подручными средствами раньше использовал берем бром нержавеечку такую кастрюлю наливал туда масло вот такого типа но в свободной продаже столько только круглая и туда отпускаем и жарим еще я использовал жарил вот в таком чугунке чугунок хороший конечно если на улицу на костер поставить изумительно идеально дома не всегда удобно потому что наполняешь я наварочной панели это все готовлю то включается выключается температуру постоянно уследить нельзя и почему-то у меня всегда масло после первого приготовления даже если процежен всегда был темная грязная мутная в общем не айс в общем короче это все ушло в прошлое короче просто думал 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 блин один раз живем еще все время себе во всем отказать думаю возьму фриктурницу честно скажу надо удобнее во много раз но вот посмотрите я сейчас буду чугулеки не жарить домашний я накрыл фольгой варочную ставлю ее туда почему потому что когда мы готовим очень сильный парк включаю вытяжку чтобы он ходил это раз авторы как бы вы аккуратно что не делали тут вроде крышка есть но все равно крышку достали здесь какие-то капельки начало сбоку капать хоть даже если доставить корзину масло и стекло пока взяли перенесли сбоку где-то все равно что-то заляпаете по любому поэтому идеально чисто здесь ничего не будет плюс когда готовим через вот 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 эту щель вот это вот щель закрыта вот друзья но через эту щель тоже пар идет и масло набрызгивается на вот этот корпус это конечно не очень приятно не очень долго ну что делать это издержки производства я думаю ничего идеального в жизни нету тем более такие деньги а деньги действительно смешные но если сравнить что я получил что я получил теперь по поводу самого главного есть в описании здесь есть написано еще дословно прочитаю вот ребят короче тут написано у фритюрницы есть холодная зона это зазор между дном чаши и нагревателем то есть то есть ребята вот видите это у нас нагреватель вот это у нас упирается вот так вот вот так вот в дно и она не касается получается вот это внизу что ниже там по прохладе на что правда то правда я когда приготовил один раз разобрал чтобы помыть здесь на дне чаши был нагар а сверху ничего не было поэтому все что есть вниз ослаждается она не горит и масло более так что в общем с этим удобно работать и это правда так что куда бедно друзья это ну минимум удобно не надо дополнительные двигаться придумывать взял залил масло приготовил покушу все довольны все всем спасибо так теперь я покажу масло буду здесь на эти масло это вот цвет это одесса приготовил до килограмм картошки и где-то общий вес полкило чебуреков ну думаю неплохо не очень ну как бы нормально по цвету и все сколько его буду использовать не знаю сейчас еще раз зальем и посмотрим ну заливаю я сюда ровно 3 литра 3 литра масла масло берите хорошие желательно они приблизительно по одной цене ставите высший сорт чтобы рафинировать дезодорированно первый сорт не знаю не надо очень не надо так дальше продолжим что это конкретно по этой фильтюрнице или сказать опять же что компания kit ford делает офигенские я не могу сказать потому что мне сравнить ни с чем у меня других не было а какое качество это только через год можно узнать какое качество лишь бы она проработать два года проработает то и нормально теперь теперь переходим к тем плюшкам которая горит компания kit ford kit ford проводящий сакцию для покупателей которые покупают их не технику любую и если снять сюжет как бы обзорчик про эту технику выложить допустим youtube скинуть им ссылку то они дают гарантированный подарок гарантированным подарок при за участие это ручной отпариватель kit ford кт 934 говорится честно говоря нужен у меня дома или нет я не знаю нужно разберется есть это гарантированный но насколько гарантирован я не знаю потом есть интересно вот я вам тоже расскажу как все пройдет обман не обман надеюсь компания не будет обманывать теперь самый главный приз самый главный приз это 5 миксеров за лучшее видео такой вот крупный миксер но хозяйстве он конечно естественно в любом пригодился бы я в моем и подавно поэтому будем надеяться так чё еще это у нас гарантийный приз на youtube у нас есть гарантийный приз вот гарантий близ за участие венчик для сбивания это если в инстаграм вы выкладываете обзорчик у меня нету инстаграма я то ничего не выкладываю да вы можете так что у нас тут что нужно сделать чтобы получить и сделать креативно качественное фото с техникой кирфорд выложите в инстаграм с хэштегами и т.д. и т.п. но тогда купить эту технику прочитайте сами видите так тут у нас есть электронная гарантия поддержка через qr-код регистрируемся и вас будет гарантия и помощь специалистов онлайн в общем тоже все понятно тут вот тоже твой подарок это у нас у нас весы электронные очень между прочим нужная вещь думаю вроде бы она недорогая но почему-то у многих и и общение дома все на глаз ложками сумерят хотя можно все на весах а вот этот тип форде за то что мы оставляем отзыв об этом товаре на том сайте где мы приобрели на пусть и на вал берестом зону кто где я приобрел на зон сделал как говорится отзыв написал выложил фотки зарегистрировался на их нем сайте сайт называется так у нас отзыв кит for true там регистрируемся ничего сложного без за то что оставил отзыв вам подарок просто кивис и ну а теперь мы начнем самое главное что к чему это все рассказываю стоит эту технику покупать или нет я еще пока не знаю просто я рассказал то что я приобрел купив фритерницу заменил кучу сковородок и кастрюль это это сто процентов это плюс но еще к чему я купил эту технику за три тысячи 3290 рублей ценник нормальный я думаю адекватный на китайском сайте он был рублей на 400 дороже я уж удивился сам вот смотрите 3 290 озон озон компания зону не знаю лично мне это или это всем покупателям за покупку это фритерницы начислил меня 498 баллов честно говоря я заранее об этом знал узнал только потом после покупки и это меня конечно очень порадовал 498 это у нас один балл равен одному рублю вот и считаете это значит от той суммы что заплатил минус грубо говоря 500 рублей это у нас получилось приблизительно в общем 2 800 вот 2 800 уже получается я отдал за нее 2 800 теперь ребят карантинный приз вот эти весы ну на сайте вы можете зайти посмотреть на сайт kit for . ru там выбора и весов и все остальное сколько они стоят ну средний ценник электронных весов 600 700 рублей значит берем минимально это 600 рублей 2 800 мин 600 это 2200 и еще за то что сейчас видос снимаю мне гарантированно дадут отпаиватель он больше тысячи стоит еще раз повторю я не знаю нужно нам лет нам не вот поэтому у нас получилось 2200 и еще минус 1000 и того во сколько в итоге это фрикторница обойдется нам тысячу блин туре 1200 рублей всего на все по деньгам конкурента нету я думаю компания kit ford это да у них такая наверно мощная рекламная акция и за наверно может раз вот такие видите брошюрки это все в комплекте идет значит они хотят с покупателями дружить хотят что техника компания развивалась и технику ее раскупали а еще же у нас инстаграм есть а тут венчик венчик не стану рублей на 500 такой же я еще раз говорю мне инстаграма нету поэтому я ничего туда не делал у кого есть можете загрузить еще 500 рублей минус 1200 и вам обойдется в 700 рублей это вообще круто круто да круто вот из этих призов реально вот венчик на кухне нужен всегда электрический тем более он у нас и весы но ручной отпаривать но я не знаю для чего нужен девушки если знаете напишите я не знаю конечно больше было бы если будет пор что-нибудь такое ну короче лана и за это спасибо также друзья теперь что я буду делать я буду ничего реки надо их приготовить засниму покажу в этой фильтюрнице лично для меня есть очень очень большой один минус за которую себя раньше знал я бы вот не минус шина очень чертовски маленькая ребята есть такая двойная спарина с двумя корзинами модельки я не помню знаю если вам надо на сайте сами найдете посмотрите он дороже качество и дано это гораздо будет вам удобнее быстрее суть в том что я жарил чебуреки видите два чебурека я сюда не могу одновременно обожаю другом мешают вот друзья мои смотрите что и требовалось доказать двум чебуреком здесь очень и очень тесно поэтому приходится по одному жарить в среднем 5-6 минут один чебурек вот и считайте если компания 5-6 человек как долго или как быстро вы это все приготовить и неудобно вот у нас меня семья из трех человек по одному чебурек уроду сидишь и жаришь ну короче жесть поэтому если у народу человек 5-8 не берите большой спарен и что в две корзинки было чтобы вам удобно было делать или же любые блюда те же человек их можно сделать маленькими как вареники и чтобы 5 накидал уже веселее вот и все тогда так это это если вы маленький купили как я вот такой вам неудобно но надо побыстрее тогда просто маленькие размеры всего закидывайте также друзья если даже вы никогда не жарили во фритюре ничем не слушайте никого там канцерогены там еще что-то вредно для здоровья жить вообще вредно поэтому не слушайте это все херня вам по кайфу будет вы попробуете один раз и вы привычные блюда можно продукты готовить во фритюре и в них масло гораздо меньше будет чего просто будете жарить на сковородке понимаете тут в раскаленное масло попадает продукт и в духовке запекается кто никогда не пользовался убить и попробуйте его откройте новые вкусы которых вы не знали но я буду сейчас жарить итак друзья прежде чем приступить приготовлению пищи по инструкции надо прокипятить воду остудить вылить почистить высушить и потом заливать маслом вот он наш кит-форт друзья смотрите вот какая у нас аппетитные чебуечки получились просто бомба а вот друзья мои смотрите вот сделал картошечку фри но честно говоря не получилось она мягкая наверное скорее всего сорт картофеля не тот и замораживал и не замораживал все то же самое поэтому друзья покупайте в заводской упаковке где написано для фритюрницы так будет точнее потому что купить картошку для фритюра это батарея ну по кому понравился как я обзор сделал понятно непонятно помощь оказал выборе или нет ну тогда ставьте лайки или дизлайки чем чё кому как нравится этом пока пока до новых встреч